Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Холиплей, первый серий, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня мы будем смотреть обновление, которое вышло буквально вчера, 24 июня вышло оно, и посмотрим, первое, что я заметил, это то, что в доме семьи изменился шкаф, теперь сюда можно положить деньги, можно положить денег сюда, получается 100 миллионов, нормально, но он у нас не купим, потому что он стоит 1 миллион, мы будем на него копить, в принципе, много сделали обновлений, и сейчас я по порядку вам их покажу. Итак, сделали немного, так сказать, новых фишек в СТО, это то, что вы, если улучшили свой двигатель, можете потом снять с него улучшения, раньше этого не было, но теперь это сделали. Давайте сейчас заедем к Джоне в СТО и посмотрим, в принципе, как это реализовано. Так, заезжаем, пишем тюн, так, вот видите, есть убрать тюнинг, но, конечно же, я этого делать не буду, но вы сами можете заметить, что это добавили. Сколько это стоит, пацаны, я сейчас вам скажу, поставите менее крутой двигатель, можно в СТО, и автоматическая, автоматическая возьмет с вас за него 1,1 от стоимости установки того самого двигателя. Ну, короче, я не знаю, сколько это выйдет, но будет дешевле и стоит, чем поставить двигатель, это стопудово. Итак, принесли лесорубу, теперь они находятся в возле заправки Батырева, короче, вот этот поселочек. И вон там вот теперь находятся лесорубы, их убрали из Арзамаса, и теперь работать можно только здесь, я так понял, вон люди работают, короче. Теперь вот здесь находятся лесорубы, давайте посмотрим. Я, в принципе, уже смотрел, и я так и знал, что здесь будут новые лесорубы, ну, это были мои догадки. Поэтому, да, вот, видите, люди работают, короче. Ну, короче, вот здесь новые лесорубы у нас получаются. Теперь вернули, кстати, ППС, теперь здесь будет ППС, да. ДПС города Арзамаса теперь нету, здесь теперь обратно ППС, теперь нету двух ДПС. Вот такие вот дела. Перенесли две организации, это ОПГ, Ореховская и Русская мафия. Как я полагаю, вот это Русская мафия, скорее всего. Да, это у нас Русская мафия. Можем на это посмотреть, в принципе. Да, это у нас Русская мафия, получается. А Ореховская, ОПГ Ореховская я что-то не нашел, кстати, потому что я вводил GPS, и Ореховская показывается вот здесь. Это, наверное, чекпоун не поменяли, в принципе, и это такой божок небольшой. Короче, ОПГ Ореховская мне так и не удалось найти в Арзамасе, поэтому продолжаем дальше смотреть обновления. Вот, пацаны, по просьбам игроков наших и наших главных администраторов мы, к сожалению, брали вторую ДПС города Арзамаса. А на ее место переехала ППС. Все сотрудники ДПС города Арзамаса были принесены на такие же ранги в ДПС города Южный, которым совсем недавно мы добавили новые быстрые полицейские мотоциклы. Вот, пацаны, что добавили очень крутое. Семьи с особняками теперь могут продавать первые три транспорта, средства, которые идут им в подарок, и покупать вместо них любые другие. Вот это круто, потому что у меня был баг, пацаны, с этой темой, но теперь уже все нормально. Я их смогу продать. Также перенесли работу в Ощекулис Рыжевска в Южный. И сделали для них, кстати, новые маршруты, поэтому все четенько. Находится оно возле, так сказать, бывшей мэрии. Давайте я вам покажу. Вот здесь теперь находятся уборщики улиц, недалеко от башни Останкино. Я думаю, нормально что. Теперь смогут работать все здесь, и не придется Ашу Рыжевск ехать. И маршруты будут, я думаю, попрекольнее. Ну что ж, погнали дальше. Так, изменили внешний вид теперь ДПС. Оно выглядит вот так вот. Эм, кю-кю. Вот так оно теперь выглядит, хотя, блин, раньше мне как-то больше нравилось. Оно какой-то старый теперь стало, пиздец. Добавили возможность теперь самим сотрудникам эвакуировать машины. Как бы вот, эвакуатори добавили. Сотрудникам ДПС добавлены возможность самим без участия механиков эвакуировать транспорт. Команда Айтов, других игроков нашла в стоянку. Напоминаем, что при эвакуации нужно обязательно делать скриншот нарушения ПДД. Иначе игрок может написать на офицера полиции жалобу на форум, и сотрудника накажут. Ну, короче, вот такие эвакуаторы добавили. Вот тут у нас сотрудник уже сидит. Ну, блин, прикольненько. Теперь места, кстати, много на парковке. Ну, да, это, скорее всего, из этого и сделали, потому что раньше места было мало на парковке, и эвакуаторы бы сюда не влезли точно. Но теперь всё будет чётенько прям. Арина Кипкало, привет тебе. Теперь при покупке у игрока или через государство дом теперь 7 дней, бизнес 3, квартира теперь 3 дня, особняк теперь 7 дней. Автоматически оплачено несколько дней, а не на полдня, один день, как было раньше. Ну, это, да, полезная тема. Теперь сейчас расскажу то, что мне больше всего понравилось. Игроки теперь могут иметь до 5 транспортных средств. Если у игрока есть VIP, если у игрока есть дом и VIP статус, то он может купить до 5 ТС. Если у игрока есть квартира и VIP, до 3 ТС. Если у игрока нет VIP, 2 с квартирой и 3 с домом, короче. Ну, нормально всё, чётенько. Ольга Кипкало, привет тебе. Передал. Да, я сейчас занят. Клубновую снимаю. Передаю салам Абушке Гаджиеву. Передаю при этом или Дзюба. Так, теперь ремка, пацаны, стоит не 5 тысяч, а 3 тысячи. Это довольно-таки хорошо. Ну, для покупателей. Конечно же, для владельца V4-7 это намного-таки хуже. Потому что будет меньше денег получать. Смотрите, пацаны, блаты выпали. 3N344. Блин, прикольно. Так, вот пишут. Напоминаю, что с недавних пор ремонтный комплект чинит только до 85%. До 100% можешь починить только механик или автоматическое СТО. Если у игрока транспорт имеет менее 50% здоровья, хп, то игрок едет с максимально медленной скоростью. Просто будьте на дорогах аккуратнее и закупайтесь модными комплектами заранее. Андрей Задрот. Привет тебе, Андрей. Так, Джаня Волок. Привет тебе. Кирилл, ты где? Я в банк побежал. Я в банк побежал. Кирилл Чёрный. Привет тебе, тёзка. Так, добавили. Вот историю общака, короче. История информации в особняке, управления членами семьи. И вот история особняка. Так. Все внесения за 24 часа. Все снятия. Так, все внесения. Так, Андрей Задрот 10 тысяч, я 15 тысяч положил. Так, назад. Ещё раз давайте посмотрим. Так, баланс. И блин, я не помню, как там смотреть. Вот, а, вот история. Так, снятие сейчас посмотрим за 24 часа. Ошибка баз данных. Обратитесь к системным администраторам. Ну, узнать, короче, кто там снимал. Ну да ладно, погнали дальше. Новая система ограблений. Теперь члены семьи могут взламывать и грабить личный транспорт, игроков, дома, квартиры и особняки. То же самое могут делать и члены ОПГ и мафии. Чтобы начать процесс ограбления, обязательно нужно иметь маску из-за аптеки. Потом нужно ввести команду РОП. Учите, что вам потребуется 10 дерева и 10 металла. Для отмычек, если дверь в доме закрыта, вам нужно будет взломать сначала её, а потом сейф. Грабить дом, особняк, квартиру можно один раз в сутки. А украсть можно максимум 10% за раз. От сейфа и 30 от багажника транспорта. Грабить одному нельзя, вам потребуется напарника, лучше 3. Итог у вас уже четверо. Чем больше игроков рядом с вами из вашей фракции семьи, тем быстрее вы взломаете дверь и сейф. А также, тем быстрее вы обчистите содержимое сейфа. Ну, прикольно. Важная вещь. Дверь и сейф можно взламывать не с первого раза. Второе. При попытке взлома двери вас могут увидеть прохожие и сообщить в полицию. Сотрудники получат увлечение и, скорее всего, немедленно выдвинутся к вам. Так что, захватите оружие на всякий случай. Так, читаем дальше. Взломать двери могут не только представители криминальных структур, но и сотрудники правоохранительных органов. Например, если в доме укрылся преступник или в доме находятся наркотики, то сотрудник ФСБ, полиции могут взломать двери чуть быстрее, чем игроки из криминального мира. Так, игроки SWEEP теперь получат не один набор инструментов, ремкомплектов в кит, а сразу три. Напомню, кит это ежедневный бесплатный набор для игроков SWEEP, в котором есть канистра с бензином, три ремкомплекта. Так, и одна аптечка. Ну, это круто, на самом деле, пацаны. Вот и все обновление, что я вам хотел показать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Если вы хотите, чтобы я проверил эту систему ограбления, то пишите в комментариях. Ну, и ставьте тоже лайк. Я соберу своих пацанов в семье, и мы попробуем ограбить чей-то дом. Конечно, сотрудник полиции будет ограбить чей-то дом. Это, конечно, не то, но посмотрим, короче. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok